Вести Карачаева, Черкесия Вчера на центральной площади Карачаевска прошел траурный митинг в памяти генерала-майора авиации, героя России Кономата Хусеевича Баташева, который героически погиб, выполняя боевые задачи. В мероприятии приняли участие глава Карачаева, Черкесия Рашид Темрезов, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами Министерства обороны России генерал-лейтенант Александр Максимцев, председатель Народного собрания Александр Иванов, премьер-министр республики Мурат Аргунов, представители общественных организаций, духовенства, жители Карачаевска, сослуживцы, друзья, родные и близкие Кономата Баташева. Кономата Хусеевича провожали в последний путь со всеми воинскими почестями. Траурный митинг начался с гимна в Российской Федерации и Карачаево-Чрикесии, после чего председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, председатель Президиума Духовного управления мусульман Карачаево-Чрикесии Исмаил Хаджи Бердиев совершил обряд дуа. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, указом президента России генерал-майору Кономату Баташеву присвоено звание Героя России. Высокую награду, медаль «Золотая звезда», удостоверение Героя Российской Федерации, грамоту Героя Золотой звезды, родственникам вручил глава Карачаева-Чрикесии Рашид Темрезов. Во все времена мужество, отвага, честь будут в нашем отечестве главными ориентирами. К сожалению, спустя 77 лет с Великой Победой мы продолжаем борьбу с нацизмом и фашизмом, защищаем наши ценности за пределами России везде, где живут потомки Героев-Победителей. Кономат Баташев погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг. Как и все наши бойцы, он защищал интересы России и своего народа, который будет хранить память о своих героях. В Москве по инициативе Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов в эти дни проходит форум решения социальных задач. Его цель – внедрение в субъектах Российской Федерации национальной и социальной инициативы, направленной на создание условий для улучшения качества жизни человека с учетом его жизненной ситуации, ускорения и значительное улучшение качества социальных изменений. Карачаева-Чрикесию представляют заместитель председателя правительства республики Ирина Гербекова, министр труда и социального развития Руслан Шаков и министр здравоохранения региона Казим Шаманов. Необходимые условия для летнего отдыха и оздоровления будут организованы для детишек из Донецкой и Луганской народных республик. Уже с 5 июня откроются четыре загородных оздоровительных лагеря, а с 26 июня еще два лагеря. 6 июня начнется прием детей в школьные лагеря дневного пребывания, рассказал заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Да, мы все знаем, что у нас на территории республики есть люди, прибывшие к нам из Луганской и Донецкой народных республик. И, безусловно, у них есть дети, и эти дети также входят в приоритетную категорию детей, которые нуждаются в отдыхе. И поэтому, как только к нам поступят заявления от родителей о том, что просим предоставить путевку в тот или иной лагерь, конечно же, Министерство образования и науки Корочево-Черкесской республики через органы муниципальных управлений образованием пойдет навстречу, и эти дети будут обеспечены путевками. Я хочу сказать, что с 5 июня у нас открывают свои смены, открывают свои двери. Загородные лагеря, такие как Селена, Гранд Виктория, Жемчужина Кавказа и Адель. И они готовы принять уже детей. Поэтому добро пожаловать. Министерство промышленности, энергетики и транспорта республики окажет финансовую помощь промышленным предприятиям республики. Это будет своего рода компенсация на уплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля на пополнение оборотных средств и потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство, готовую, но нереализованную продукцию. При этом общий размер кредитных обязательств не должен превышать 250 миллионов рублей. Получить эту безвозмездную грантовую помощь могут только те предприятия, что зарегистрированы на территории Карачаева-Черкесии, более двух лет имеют статус юридического лица, а их основной вид деятельности должен лежать в обрабатывающем производстве, за исключением предприятий по производству пищевых продуктов и напитков. Комментирует заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта Республики Юмрана Теунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий, и возможно даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборотные средства на закупку сырья, возможно они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб опять-таки средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятия. Как мы же сообщали, в Карачаево-Черкесии стартует серия сельскохозяйственных ярмарок, посвященных столетию Республики. Они пройдут во всех городах и районах Республики по традиции, по ценам ниже рыночных на 10-15%. Свою продукцию представят сельхозтоваропроизводители из различных городов и районов Карачаево-Черкесии, в том числе агрокомбинат Южный, фирма «Сатурн» и Иркин-Шахарский сахарный завод. Первая ярмарка в эти минуты проходит в селе Курджинова Урупского района. Пенсионы фонда России и органы социальной защиты населения договорились об оперативном обмене данными о многодетных семьях. Соответствующие договоренности в течение мая были закреплены в действующих и новых соглашениях между оригинальными отделениями фонда и соцзащиты. Теперь имеющиеся в распоряжении социальной защиты сведения о многодетных будут поступать в отделения фонда ежедневно. Это позволит в более короткие сроки рассматривать заявления семей на ежемесячные пособия, введенные в этом и прошлом году по указам президента. Ранее информация о семьях, воспитывающих трех и более детей, направлялась в пенсионный фонд с меньшей периодичностью. Для подтверждения статуса многодетных родителей специалисты фонда делали запросы в органы соцзащиты, ответы на которые по действующему регламенту могут поступать до пяти рабочих дней. Оперативное обновление сведений в течение одного дня позволит исключить такие запросы и быстрее рассматривать обращения. Напомним, что при назначении пособий на детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам статус многодетной семьи является основанием для льготной оценки имущества. Таким семьям при определении нуждаемости в пособии не учитываются жилье, транспорт и участки, выделенные в качестве меры поддержки государства. Онлайн-приемная Пенсионного фонда страны ответит на все вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет, рассказывает руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда России по Карачаево-Джекезе Анна Шаганова. Если у вас есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет, или вы получили решение, но не согласны с ним, напишите в онлайн-приемную ПФР. Ссылка на онлайн-приемную размещена на официальном сайте Пенсионного фонда России. Все поступающие вопросы по новой выплате рассматриваются в течение пяти рабочих дней. Если вы не согласны с решением, сообщите об этом в Пенсионный фонд. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленные заявления с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств. Обратиться по вопросам о выплате можно также на горячей линии региональных отделений Пенсионного фонда или через единый контакт-центр по номеру 8 800 600 400, которые работают в режиме 24 на 7, то есть ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни и круглосуточно. Звонок по России бесплатный. В Малокарачаевском районе при проведении земляных работ обнаружено оружие и боеприпасы. В отдел полиции обратился житель села Тереза и рассказал, что при проведении земляных работ на арендованном участке в полутора километре от села обнаружил предметы, внешне схожие с оружием и боеприпасами. Полицейские прибыли и оцепили место, обеспечивая охрану до прибытия саперов. При визуальном осмотре предварительно было установлено, что найденные предметы являются РПГ-7 и четырьмя выстрелами к нему, семью, десятью, семью боеприпасами к подствольному гранатомету и частью винтовки. На боеприпасах имелись следы ржавчины и в связи с высоким риском самопроизвольной детонации они были оставлены на месте. РПГ и части винтовки изъяты и направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД. При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты еще две канистры, предположительно с патронами в количестве более 1 тысячи штук. Не менее 300 жителей различных регионов страны, в том числе 10 жителей Карачаево-Черкеси, попали в сети двух аферистов – 36-летнего иностранца и 21-летнего россиянина, один из которых выступал в роли работодателя, а второй – медсестры. Мошенники были задержаны в Москве. Они разместили в интернете объявления о поиске водителей со стажем, с кандидатами общались по телефону. Псевдонаниматель просил медицинскую книжку. Если такового у кандидата не было, он предлагал свою помощь, мол, есть свой человек, который все оформит за 2500 или 2700 рублей. Далее в разговор вступал подельник, который при общении менял голос на женский. Лжемедсестра, заранее узнав, из какого города звонит человек, сообщала адрес медучреждения, найденный в интернете, куда должен будет прийти гражданин, но только после оплаты ее услуг. В надежде получить работу, потерпевшие перечисляли деньги на счет мошенников. Возбуждено уголовное дело. Иностранец заключен под стражу. Его подельник находится под подпиской о невыезде. Как мы же говорили в наших выпусках, с 1 сентября текущего года начнет действовать дачная амнистия 2.0. Законопроект был разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. О нюансах дачной амнистии расскажет и исполняющая обязанности начальника отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Карачаево-ЧТСе Тамара Казбекова. Планируется дачная амнистия. Она рассмотрена Госдумой в третьем чтении. Называется дачная амнистия 2.0. Ею будут внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Этот законопроект будет разработан при участии Росреестра и направлен на дальнейшее создание для граждан комфортных условий для регистрации прав на свою недвижимость. Безусловно, будут и изменения, которые затронут уже действующую дачную амнистию. То есть закон позволит решить проблему, когда люди не в силах регализовать и оформить свое жилье, построенное еще в советский период. Право собственности гражданин сможет подтвердить даже при отсутствии у него на руках правоустанавливающих документов. То есть такие дома могут числиться учтенными в старых документах, в совхозных, колхозных учетах, в хозяйственных книгах, в бывших поселковых советах и также в органах БТИ. На сегодняшний день, конечно, этого недостаточно, чтобы зарегистрировать право в несудебном порядке, но с принятием этого законопроекта это значительно позволит упростить гражданам оформление. Региональным Минтуризмом объявлен конкурс на определение лучших идей для их изображения в курортных зонах региона. Многометровые подпорные стены, расположенные на пути исследования к курортам Карачаева-Чрекеси, будут разрисованы в стиле уличного искусства граффити специально приглашенными художниками. Оформление конструкции вошло в число мероприятий, организуемых Минтуризмом к столетию республики. Изображения, которые войдут в общую концепцию рисунка, выберут сами жители, а доработают их уже профессионалы. Макет будет утверждаться дополнительно. Яркие и интересные граффити украсят подпорные конструкции, расположенные вдоль трасс к курортам, и при этом хотим предоставить возможность всем желающим быть причастными к празднованию столетия республики и внести личный вклад в общее дело, рассказал министр туризма и курортов в Карачаево-Черкесии Расул Тикеев. К созданию общей концепции рисунка в стиле стрит-арт приглашаются дизайнеры и урбанисты, архитекторы и художники, а также все неравнодушные граждане, желающие изменять и улучшать общественное пространство. Авторские идеи, в том числе в виде изображений, можно направлять до 15 июня на официальные аккаунты Министерства туризма и курортов. В Карачаево-Черкесии присоединится к всероссийской акции «Марафон зеленых действий», в рамках которой пройдет серия экологических акций, в том числе в формате субботников. Центральным мероприятием станет экологическая акция, которая пройдет 5 июня в Архизе с участием более 250 человек. В ее рамках будет убрано одно из наиболее популярных мест отдыха жителей Карачаева-Черкесии, а также гостей региона «Софийская поляна». Кроме того, волонтеры пройдут на экоэкскурсию по маршруту на водопад «Белый». В общей сложности в мероприятиях «Марафона» планируется участие более 5000 жителей республики. Курортные зоны республики готовятся к летнему сезону. Специалисты Тибердинского нацпарка проводят маршрутную ревизию. Они проверяют благоустроство, освежают маркировки, дополняют информационные и навигационные знаки. Но, пожалуй, самая сложная часть работы – расчищение завалов. Впрочем, некоторые туристские маршруты уже открыты. Среди них водопад Шумка, Джамагатские нарзаны, Ганачхирское ущелье, Чучхурские водопады, ущелье Аманауз, до каньона Чёртова Мельница, маршрут до Алибекского водопада, Бадугские озера и Кругозор Семенов-Баши. На туркарту в скором времени добавят еще две новых тропы. Информация о них появится на официальном сайте Тибердинского национального парка. На базе Индустриально-технологического колледжа прошло торжественное вручение свидетельств по профессии автоэлектрик-диагност. Выпуск был первый, и долгожданные свидетельства получили 16 юношей. Профессия автоэлектрик-диагност стала одной из самых востребованных в России. В этом году на самом крупном рекрутинговом портале страны более 10 тысяч работодателей заявили о вакансии автоэлектрика. При среднем уровне заработной платы от 60 тысяч рублей в месяц. Это по официальным данным. Специалистам-автоэлектрикам необходимо знать устройства машин разных марок и моделей, их электросистем, и уметь работать с современными диагностическими устройствами. Четыре школьника Карачаева-Черкесии стали победителями и призерами Всероссийской Олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «Финатлон» для старшеклассников. Это учащиеся 19-й гимназии Черкесской Эдуарда Ичепшева и Анастасия Брянцева, Сабина Тугова и из 5-й гимназии республиканской столицы и Самира Бачаева, ученица села Привольного Прикубанского района. Конкурсные испытания проходили в два этапа на первом отборочном. Дети сдавали дистанционное тестирование. В финале, который состоялся уже в очной форме на базе среднепрофессионального колледжа Северокавказской государственной академии, участники писали эссе, решали практические задачи, разбирали реальные кейсы и участвовали в Блиц-игре. В целом, за победу в «Финатлоне» боролись более тысячи школьников из Карачаева-Черкесии. В финал прошли 65 учеников 8-11 классов. Ну и последняя информация. Более 80 юных спортсменов приняли участие в турнире Кубок Черкеска по боксу. В состязаниях, посвященных столетию Карачаева-Черкесии, соревновались спортсмены нашей республики, соседних регионов, а также Донецкой народной республики. Четыре дня юные боксеры провели не только на ринге, но и знакомились с культурой и традициями народов Карачаева-Черкесии, общались друг с другом и катались на лошадях. Радио России Карачаева-Черкесия Погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Днем в отдельных районах сильные дожди и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем при грозе порывы до 15-18 метров, температура воздуха от 27 до 32 градусов тепла, в горах местами плюс 18-23. В республиканской столице днем кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем при грозе порывы до 18 метров, столбик террометра поднимется до отметки плюс 32. На этом информационный выпуск завершен. Его провела Рита Нерова. Вы слушали Радио России Карачаево-Черкесия. До новых встреч!